На горизонте почтальон Отто. Он что-то везёт. Юлия, твой поклонник. Добрый вечер. Позвольте поздравить. Вот тебе от меня некий подарок. Спасибо, большое спасибо. Что это такое? Думаю, один я не справлюсь. Это карта Европы конца 17 века. Она настоящая? Как она может быть настоящей? Конечно же, это копия, репродукция. А вот и нет. Она настоящая. Это оригинал. Это невозможно. Ах, какая красивая. Нужно унести её в дом. Давайте-ка. Но это слишком дорогой подарок. Не знаю, могу ли я оправа. Ради Бога, не говори так. Это слишком, это слишком, Отто. Я понимаю, что для тебя это не жертва, но... Почему это не может быть жертва? Конечно же, это жертва. Каждый подарок несёт в себе жертву. Иначе какой же это подарок? Прошу прощения. Отто. Меня зовут Отто. Вот как. Извини меня, Отто. Как случилось, что ты оказался в этих краях? Насколько я понимаю, ты ведь живёшь здесь не так давно. Ты куришь? Однажды я был в морге и видел там на вскрытии труп человека, который курил всю свою жизнь. Я видел его лёгкие изнутри. С тех пор я не курю. Ты слышал, Александр? Да, ты совершенно прав. Я живу здесь всего два месяца. Раньше я преподавал историю в гимназии, но потом ушёл на пенсию и переехал вот сюда. Стало быть, оказался здесь. Теперь у меня и расходов поменьше, и времени побольше на мои увлечения. Раньше здесь жила моя сестра, она уже умерла. Насколько я понимаю, ты служишь на почте? Да, почтальонам. Но не постоянно, а только в свободное время. Привет, Мария. Я всё убрала, фру Аделаида. Я могу идти? Конечно, Мария, конечно. Спасибо тебе. Да, если бы ты могла подогреть тарелки и только. Остальное сделает Юлия. Можно? Конечно, фру Аделаида. Я сейчас же поставлю тарелки подогреваться. Когда я подогрею их, я могу идти? Что-нибудь ещё? Нет, нет, можешь уходить. Юлия останется. Да, ещё одно. Поставь, пожалуйста, свечи на стол. А потом можешь идти. Ты открыла вино? Открой вино. И можешь быть свободна. Тарелки, свечи, вино. Мы живём по соседству и знакомы. Вот как? Поздравляю. Она приехала из Исландии пару лет назад. Ты об этом знал, Александр? Она действительно своеобразна. Кто? Мария. Да, Мария. Иногда я боюсь её. Как это должно быть прекрасно, когда люди думали, что мир именно такой, каким изображён здесь. Эта Европа похожа на планету Марс. То есть она не имеет ничего общего с действительностью. О, нет. Ведь люди-то жили. И не так уж плохо. Подождите-ка, какой нынче год? Тысяча триста девяносто второй. А будет лучше, если мы уберём карту. Да. Продолжение следует...